Ну что, ребят, приветствую! Всем огромнейший привет! Я наконец-то первый раз за 7 лет заснял для вас прогулку, прогулищу от, соответственно, у нас... Что это такое у нас? От Redis and Blue U до, соответственно, границы Абхазии. Я сделал, потому что я как-то снял такую большую обзорную экскурсию, где я по Виноградной, через Битхум доехал до центра Адлера, в центре Адлера еще куртанулся, и потом после центра Адлера доехал до Нижней Мерсинской низменности и много чего интересного рассказал. И в комментариях стали мне написать, Макс, ты обманываешь, пляж есть, пляж не уменьшается. Ну, знаете, такое, как это всегда бывает, кря-кря-кря, ко-ко-ко и так далее. Ну и что? Ну, молодцы! Если бы не такие комментаторы, наверное, я бы взял бы и не прошелся бы. А если бы у него пошел и прошелся там, ну, не знаю, сколько, 7,5 километров, я взял сегодня и нашагал. Заснял все это на камеру, да, вот она, та самая камера. Много чего вам интересно рассказал, показал, что поменялось, показал, что не поменялось, показал, сколько здесь вокруг что стоит. В общем, сделал такую для вас хорошую, грандиозную работу. Показал пляж, который есть в Рейдисоне, да, которого по факту нет. Правильно же? Правильно. Я показал, показал, показал Рейдисон коллекшн. В общем, все это сделал, еще раз, да, чтобы там никто не утешил себя иллюзиями. Если раньше в этом месте отдыхать было комфортно, особенно до Олимпиады, здесь были самые широкие пляжи на побережье всего Большого Сочи, то сейчас, конечно же, часть набережной, ну, часть пляжа съела как раз та самая пешеходная зона и велозона и так далее. Это первое. Второе, конечно же, как бы тоже там, то же самое строительство тоже дало свои коррективы. В общем, ничего хорошего не получилось. И по итогу, по итогу здесь сейчас купаться, ну, мягко говоря, некомфортно. Во всяком случае, мой друг Алексей, он как-как и купался, да, вот он живет в этой локации. Ну, реально, он живет в этой локации. И ему, если вдруг захотелось искупаться, он в 4 утра вставал, например, в воскресенье, ехал в Абхазию, в Абхазии купался и, в принципе, потом назад возвращался. Здесь он с дочкой приехал, вниз к низу, если попробовать покупаться, говорит, первое, не мог понять, где поставить автомобиль, это раз. Второе, он не мог, хотя он под таксист, хотя он не мог понять, как здесь можно купаться. Ну, просто нереально было купаться, народу очень много и так далее. И народу много не потому, что там народу стало реально больше и так далее. Ответ очень прост, потому что пляжи становятся все меньше и меньше и меньше. Чтобы вы понимали, вот в этой локации, в которой мы сейчас с вами едем, вот в этой локации, вот где мы с вами приезжали, с правой стороны пляжа нет, чтобы вы понимали, пляжа нет. Пляж начинается, вот пляж начинается только там, где у нас Сириус. Сейчас я вам все это покажу. Не извиняюсь. Вот здесь, мне понравилось, построили такую площадочку, фитнес-центр Сириус. Очень крутое место, мне понравилось. Прямо с правой стороны тоже пешком прошелся, тоже вам все это показал. Ну, офигенный центр Сириус получился. Прямо реально классная спортивная площадка, где прям, не знаю, там ты идешь и прям хочешь там тянуться на перекладине, там отжаться на брусьях и, не знаю, присесть с кем-нибудь. Ну, знаете, возникает такое бурное желание. Это первое. Второе, конечно же, в принципе, ну, хорошо, да, немножко деревья посадили и так далее. Людей много именно на спорте, которые тоже очень круто. Ну, очень круто. Ну, вот все, вот где мы сейчас с вами проезжаем, здесь пляжа нет с правой стороны. Здесь есть луны, большие камни, но здесь пляжа нет. Вот пляж появляется только, вот сейчас я покажу, пляж появляется у нас только вот в этой локации. Сейчас я вам все это покажу. Ну, да, здесь, конечно, без светофора бесполезно переходить. Здесь светофор нужная штука, потому что здесь реально без светофора здесь пройти просто, ну, как бы никто даже не уступит. Это такое есть. Здесь светофор не уступает. Без светофора, там, да, если просто пешеходы переходят, однозначно. Ну, здесь, соответственно, у нас футбол. Здесь я тоже показал ту же самую Монтеру. Здесь, кстати, вот только начинается пляж. И то, от Монтера он пляж будет отжат. Там вы не сможете посещать, потому что все-таки не будем сбывать. Это частная собственность. Все. Монтеру тоже показал, от скольки начинается, да, там. Вот у нас люди, как бы, наивные, особенно москвичи, думают, что здесь можно по 30,5 миллиона рублей взять апартаменты. Да, можно взять. Только не апартаменты, а квадратный метр в апартаментах. Минимальная площадь 58 квадратных метров. Минимальная стоимость 178 миллионов рублей, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Значит так, давайте посмотрим. Макс, сука, ты наврал, падла. Ты наврал. Вот, кстати, вот здесь, вот только там, где у нас Сириус. И только вот с этой локации начинается пляжная полоса. Ну, реально, я вам все скажу. Только начинается пляжная полоса. Итак, минимальная стоимость апартамента в Монтере 176 миллионов рублей. 176 миллионов рублей. Вот так вот так. Ну и, соответственно, минимальная стоимость за квадратный метр, если брать большую площадь, 2 миллиона 900. А так, если мы берем с вами 62 квадратных метра, то 350. Если берем 55 квадратных метров, то стоимость 3 миллиона 626 тысяч за квадратный метр. И стоимость апартамента с видом на море, к примеру, на пятом этаже, будет составлять без малого. Без малого. Будет составлять 201 миллион. Вот так. 201 миллион. Ну, кстати, комиссия неплохая. Вот как бы так, ребят. Как бы так. Волшебства не бывает. Да, еще раз повторюсь. Есть за 3 миллиона на 600 за квадратный метр. Поэтому не будьте вы наивными. Также показал вам в пешей прогулке дома, точнее там сарайчики, которые стоят по 150-108 миллионов, потому что стоит не сарайчик, а земля, которая находится непосредственно у моря. Ну, а как бы так. Ну что, едем с вами дальше. Покажу вам ту самую красотень, покажу вам ту самую красотищу, покажу вам ту самую красотулечку. Ну, а как? Ну, это же круто. Я считаю, очень круто. Очень круто. Как так-то у нас получается, правый ряд делится медленнее, чем левый. А? Как так-то получается. Ну, вот, кстати, вот здесь мы едем с вами по территории Сириус. Здесь вы видите у нас строечка, которая заморожена. Хотя была по ФЗ-1014, точнее, она не заморожена, а там все совсем плохо получилось. Поэтому нужно всегда аккуратно и бдительно относиться к той или иной покупке. Ну-ка посмотрим, убрали его с базы или не убрали с базы. Ну, я думаю, что, скорее всего, убрали с базы, от греха подальше. Ну-ка, давайте посмотрим. Убрали, полностью убрали. От греха подальше. Все убирали. Убрали. Полностью все убрали. Как будто даже этого объекта и не было в базе. У тех же самых лидеров полностью все убрали. Представляете себе? Ну, вот так вот. А что? В базе нет и дела нет. Логично? Логично. Ну что, ребята, мы с вами потихонечку двигаемся. Мы двигаемся по хорошей, комфортной дороге. Двигаемся в сторону Сочи. Я считаю, что я сегодня свою миссию здесь выполнил. Соответственно, здесь тоже есть пару вариантов домов, пару вариантов квартир. И... 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 Наверное, на следующей неделе я слетаю в командировку. Я, скорее всего, слетаю в Турцию. Один интересный район, в котором я еще не был. Ну, реально. В район, в котором я еще не был. Но там сейчас находится один из моих друзей. И... Показал мне варианты по недвижимости. Показал мне, что, по чем можно купить. И у меня возникло желание поехать туда и поделиться с вами этой информацией. Ну, реально. Появилось желание поделиться с вами этой информацией. Поэтому я обязательно доеду. Я обязательно вам покажу. Ну, просто мало ли что. Потому что там, в принципе, в стройке, стройку, если вы готовы подождать полтора года, в стройке, в хорошем месте, в Арморисе, да, например, там, можно купить квартиру один плюс один. Это 55 квадратов метров. Ну, вместе с балконом, там, скорее всего, по лесу площадей будет квадратов 40, не более. Ну, не более 40 квадратов метров. Можно купить за 300, за 3200 миллионов рублей. В принципе, учитывая, что там строится сейчас аэропорт, учитывая, что там строится три университета, я думаю, хороший будет вариант. И самое главное, говорит, Макс, приезжай, и тебе понравится. Там такое ощущение, как будто ты приехал не в Турцию, а приехал, говорит, в российский городок. Там все, там и москвичи, и Екатеринбург, и Москва, и Красноярск. Короче, автомобили вот на этих номерах. Просто, такое ощущение, как будто русский город. Он меня, как бы, он меня заинтересовал, поэтому я сейчас задал пионерское задание своему, своей девочке, которая у меня занимается турами, чтобы она не подобрала, потому что все-таки туда добраться немножко будет проблематично. Нужно будет долететь до, соответственно, до Анталии, а с Анталии 500 километров как-нибудь на чем-нибудь пиндюхать. Это будет трансфер, да, трансфер там получается часов 6 пиндюхать. Вот, как бы, тоже, не самый лучший вариант. Ну, я хочу все-таки, хочу все-таки, вот, посмотреть. О! Мотоцикл, мотоцикл. Куда ты едешь в крайне удивленном ряду? Вегасе. Такой ферзь такой, да? В крайне левом ряду едет такой, прям, боженькая такая. Вообще жесть, конечно, так ехать на мотоцикле. Говорит, в поезде сдохнешь. В поезде бобра, да? А, на лаваре. Все, я понял, просто, как раз, небольшая авария. О, конечно, каршеринг. Как же, кто же будет виноват? У нас авария либо автобусник, либо каршеринг, либо таксист. Все, этого не дано. Да, кстати, сейчас немножечко я проехал себе на такси еще здесь, мне надо было там небольшое расстояние, проехал себе на Комфорт Плюс. Соответственно, познакомился я с одним интересным таксистом. И таксист, ну, сказал, что там сам из Екатеринбурга переехал. Я говорю, ну, как так, с Екатеринбурга, там, не знаю, там, центр Урала и так далее, да, там, столица Урала, ну, как можно было переехать в этот Сочи, где нет ни работы, где нет ничего и так далее. Почему? Работа есть. Я говорю, да, только курузу продавать, да, в такси. И он, он такое берет, говорит, да я, говорит, такси, зарабатываю больше, чем в Екатеринбурге, говорит, на комбинате, понимаешь, говорит. Я говорю, ну, я знаю, я говорю, я друг, говорю, работает такси, поэтому я знаю, какие заработки. Он говорит, вот эта машина, говорит, у меня арендованная, на арендованной машине я зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц. Не надо, о, белка, бедная белка. Я, говорит, зарабатываю не менее 100 тысяч рублей в месяц. Да, потому что половину он отдает, если взять, ну, моего друга Алексея, то он зарабатывает 200. А так, да, если вы приехали, он говорит, не менее, да, вот, хороший, нормальный, я ему оставил хорошие чаевые, потому что, прекрасно понимаю, нет никакого нытья. Парень берет, молодой, тоже сказал, что хотел риэлтором, но потом посмотрел, что там, да, риэлторы не все хорошо, удачно зарабатывают. Некоторые риэлторы просто творчески сосут лапу, как бы, я с ним тоже согласен. Поэтому в такси, говорит, всегда, говорит, живые деньги, в принципе, тоже с ним в этом отношении прав. Ну, и тоже, он говорит, когда ты передвигаешься на арендованной машине, есть у тебя определенные, ну, как бы, получается, по сути, те, кто передвигается на арендованных машинах, могут зарабатывать даже больше, чем те, которые на своих. Потому что, есть определенная какая-то дисциплина, есть время, есть режим, во сколько должен выйти на линию, сколько должен отработать заказов и так далее, да, в общем, вот, как бы так. Ну, тоже сказал, не менее 100 тысяч, но я понимаю, что где-то, наверное, 100 тысяч, 130-140. Сейчас, да, может быть, 100 тысяч, вот, октябрь месяц был, ну, не самый лучший, да, особенно вторая половина. Ну, а так, в целом, летом, это, 150 тысяч, они смело на арендованной машине зарабатывают. Прямо, бабки не ходить. И да, он ехал на Optime, это арендованная машина, самая, видна, самая дешевая комплектация, на тряпке, ну, видно, когда машина арендованная, а видно, когда машина свои. Ну, а как показывает практика, и те люди, которые, вот, работают именно на арендованных автомобилях, чтобы свою машину не повреждать, они, соответственно, зарабатывают в разы больше. Жаль. Жаль расставаться со своим прекрасным другом. В понедельник доеду до Порша, узнаю, во сколько они ее оценят, во сколько можно выставить, и буду выставлять машину на продажу. Хочу себе что-нибудь такое-то. А проще. А проще. Хотел Volkswagen Tiguan, но, блин, я посмотрел, новый Tiguan, нормальных апплиментаций, стоит 6 миллионов. Я не пойму, за что Tiguan, новый, максималки, стоит 6 миллионов. Я этого не понимаю. поэтому, скорее всего, проверю одну аферу. Одну аферу. Однозначно, я понял, что машина в случае должна быть дизельная. Это я уже для себя решил. Однозначно, я понял, что Audi Q8 мне дарила не меньше положительных эмоций, чем, например, Porsche Cayenne. Я понял это. И, если у меня получится, проверну аферу века. Не поверите. Ну, я опять хочу Audi. Я опять хочу Audi Q8. Ну, как бы, если все нормально получится, то у меня будет Audi Q8. Если получится все ненормально, то будет Tiguan. Ну, опять же, будет Tiguan не один. Будет Tiguan, скорее всего, я возьму такой, от которой просто дизельный, там, без панорамных крыш, без ничего, потому что дизельных очень мало, с панорамных крышами, там, с кожей, рожей и так далее. Есть там один вариант, я все пытаюсь его проверить. Правда, он находится в Ашкалининграде. Это рейндж-ровер тоже есть желание огромное. Вот просто вот такая погода, как сейчас, да, плюс 20 градусов. Это просто самая оптимальная погода, самая кайфовая погода для того, чтобы можно передвигаться на Кабриолете. Ну, сейчас реально прям кайф на Кабриолете вот передвигаться. Ну, такие небольшие планы, а вы сможете понаблюдать прекрасный город Сочи, потому что завтра, вроде бы, еще погода хорошая, а вот послезавтра есть вероятность, что будет у нас дождь. Поэтому давайте мы с вами насладимся теми самыми видами, прекрасными, хорошими. Вчера посмотрел в сторис у своей помощницы аж слезы навернулись на глазах, понимаете? Слезы навернулись на глазах. Можете себе представить? А так хорошо отжигала в клубе с подружками. Во-первых, меня не пригласило, это раз. Ну, я бы отказался, но все равно пригласить-то можно было, это раз. А во-вторых, блин, я прям на нее смотрю, думаю, блин, мне бы скинуть лет десять, я бы тоже отжег бы жестко. А так получается, блин, да нифига толку не получается. С пацанами собираемся съездить в Адлер, отснять вам ночные клубы, поснимать на видео и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и нифига и не получается. Понимаете? Потому что все мы потом оказываются старики-разбойники. А хочется вам снять в том числе и ночную жизнь. Ночную жизнь с нотками романтизма, да? Знаете, как поможете, да? Пошли с подружкой, где-то там в столовую выпили хорошо, уже готовые, пришли в ночной клуб, взяли там по, не знаю, там, коктейлю, не знаю, который называется «В последний путь» по чуть-чуть. И все, и забили на все. Забили, как говорится, на все. Нифига себе военных. Какие машинки, да? Вот эти военные номера. Офигеть. Я беру машины хорошенькие. В общем, наигрался я этими игрушками, понял, что он мне как бы такая машина не нужна. И я прекрасно понимаю, что эта машина должна быть для повседневной езды. Такая Porsche Cayenne, это, скорее всего, машина нужна машина выходного дня, чтобы можно было проехать, в этом автомобиле просто кайфануть, и все. Ну, идеально для себя, так понял. кайфом мне все-таки хочется тогда уж лучше взять Porsche какой-нибудь такой-то двухдверный, такой заряженный, кабриолет, что-нибудь такое. Если уж кайфовать, это кайфовать дает отцоп, он называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая дорога, да, ребята? Прям классная. Прям обалденная дорога. Море видно, да? Прям ездишь, прям кайфуешь. Прям ездишь, прям кайфуешь. Это, знаете, хвоста. Тоже, кстати, хотел я сделать недвижимость, обзор по хосте. Это уже сделаю, потому что есть у нас апарт-отель, который появился в продаже прямо на первой береговой линии. И еще тоже интересных вариантов здесь имеется. Конечно, ценник нифига не интересный. Также я хотел вам показать строительство домов, которые вы сейчас на стаде котлована можете купить в хорошем месте. Это совхоз Приморский. Там минимальная стоимость домов начинается от 50 миллионов рублей. А это за 32 миллиона рублей вы можете взять на стадии строительства. Там уже участки размежеваны, все. Вид на море просто бомбический. Опять же, там бассейн, бомбики или хай-тек, хорошее качество, все за 32. Ну, как минимум, вы покупаете в два раза дешевле, чем сейчас то, что там предлагается. Я думаю, многим из вас станет интересно. совхоз Приморский находится за хостом. Вот у нас хостом заканчивается. И вот после туннеля поворачиваем направо и там получается совхоз Приморский. Ну, чтобы понимание было. Я думаю, чего мне не хватало в моей той Audi Q8? В Audi Q8 мне не хватало одного. Не хватало пневмоподвески. Я раньше думал, что пневмоподвеска это баловство, и у меня там пневмоподвески не было. На самом деле, я прокатился на Audi Q8 с пневмоподвеской, и я могу сказать, что Audi Q8 она то есть Porsche Cayenne далеко от Audi Q8 на пневмоподвеске не ушел. Если сравнивать два агрегата на пневмоподвеске, то я могу сказать, что у Audi прям классно. Опять же, у Audi мне нравился еще больше полный привод, чем на Porsche Cayenne. Объективно. Вот Porsche Cayenne, хотя я должен его нахваливать, каждый кукуль хвалит свое болото, но полный привод в Audi это нечто. Полный привод у Audi это просто бомба. А здесь я даже просто пытаюсь заехать например на не знаю это, пытаюсь заехать например на ту же самую парковку в дождь. И у меня буксует еще, буксуют четырьмя колесами. Да, можно будет поменять колеса, попробовать поменять колеса, я даже с вами здесь спорить не буду, но на стоковых колесах все равно Audi была поинтереснее, Audi была получше. Ну, мое мнение такое. Мое мнение такое. Сделай мне, пожалуйста. с ним. Да, хорошо. Появляются хорошие варианты, например, сейчас 53 квадратных метра по актере Galaxy можно купить за 20 миллионов рублей. Совсем недавно там цена была под 30 год. Мелочь, а приятно. Постараюсь заснять. сегодня снял на Соболевске красивую квартиру с обалденным ремонтом, просто, ну, реально зачет. Есть там, конечно, пару моментов, которые не самые лучшие, но квартира, действительно, квартира, вот если бы я себе рассматривал, я бы такую квартиру себе взял. Квартира идеальная крутая получилась, там кухня большая, зал хороший, спальня хорошая, гардеробная и, конечно же, санузел, просто бомба. Тоже сейчас еду, буду лантироваться. Сейчас уже доехал до Макцесты. Двигайтесь, пожалуйста, езжайте. на прощание покажу владельцам Toyota, что может больше. Да? Давайте, наверное, все-таки немножко пожестче сделаем. сейчас где-нибудь я вам покажу, что это такое. Сейчас подъезд максимально зажатым. Перестроился красавчик через двоих. сейчас немножко пожестче. еще где-нибудь, чтобы можно было это все реализовать. пятна. ну, да, 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 да. опять та женщина с рулем что я в прошлый раз встать в нем в ряду потихонечку и уж там все моргают давай езжай давай таксист этот цикл мы сейчас едем в жестом режиме поехали до острова пусты не серьезно не серьезно не серьезно а а а а Ну, кстати, в будни хорошо, да, передвигаться, считай, с Олимпийского парка, там немножко прокатились уже доехать до всего 30 минут. В целом, как бы, если вот, когда пробок нет, да, вот с годом, воскресенье, конечно, передвигаться комфортно. У владельцев иксов, их реально комплекс. Они всегда, когда вьют Порш, стараются не пропускать ничего, я это замечаю. Ну, потому что, во-первых, у любого BMW характеристики хуже, чем на Порш, на любом. И они пытаются всегда всем доказать, что у них BMW не хуже, не хуже, чем в Поршке, да, и так далее. И они всегда там пытаются, и на трассе они пытаются кому что-то доказывать и так далее. Хотя здесь же видно, что у него двигатель 240 деятельностных сил, дизельный. Понятно, что это семейный универсал. Перед ним все пусто, он даже не может аж загнать, ему страшно. Ну и все равно не пускает. Типа я такой же, ну, ладно, сейчас мы тебя будем троллить, пока мы с тобой поедем. Будем троллить тебя на последнем. Ну-ка, давай, а, ладно, не будем, пусть не боится. Ну, как бы так. Не хотел я вам кое-что показать, но, думаю, ладно, не стал. Сейчас привелся в режим комфорт. Видите, уже бой там все мягенько проходит. Не, Каенка, конечно, хорошая машина, но, блин, у меня сейчас другие задачи приоритетные. Мне нужно купить 10 апартаментов. И сейчас нужно мне вкладываться в недвижимость, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас для покупки недвижимости выдвигают очень хорошие условия, прям реально хорошие условия. Поэтому для меня сейчас приоритетные деньги переложить в машины, приложить в в недвижимость. Недвижимость есть, но нужно еще. Ну, знаете, такое, нужно еще. Потому что сейчас прекрасно понимаю, что сейчас что-то будет. Это, в принципе, все знают уже, в сколку все бизнесменам сказали, что у нас рубль, мягко говоря, все. У нас сейчас будет жесткая инфляция. Повторим 90. Знаете, как бы, когда у нас некоторые перекатаются с машинами, с надписью можем повторить. По итогу мы можем повторить только, знаете, что, только то, что было плохое в нашей жизни. Повторить, вон, как бы, обесценивание рубля. Повторить повышение цен. Повторить еще. Я, конечно, оптимист по жизни. Ну, пока вижу, как бы, что происходит. Аналитику никто не отменял. А у меня мышление аналистическое. На вопрос, кто я по жизни, оптимист или пессимист, я скажу реалист. Да, я верю в светлое будущее. Я верю, что все будет хорошо. Все будет прекрасно, замечательно. Но не у всех. Я верю в чудо. Верю в чудо. Но не надеясь на чудо. Вот, как бы, так. Сами написали, что вам нужны видео с моими комментариями, чтобы я был в крайнем углу, потому что, в принципе, я могу снимать просто в обычном режиме. Я могу просто снимать непосредственно просто дорогу. Но я понимаю, что многие из вас получают много ценной информации. И многие из вас действительно много. Завтра, хотя я поеду на рыбалку, но еще одновременно я и работаю. И с рыбалки вернусь. Также завтра, помимо всего, да, у меня будет прокат. В поеденек у меня тоже еще прокат. В общем, хватает. И, ну, в принципе, даже не прокат, а уже сделки. Как бы при всем том, что вроде бы как бы спад и тому подобное, но сделки пошли. Народ раскачивается. Народ умнеет. Потому что прекрасно понимает, что многие сейчас станут в ближайшие 3 месяца нищими. Однозначно. Все, как это сейчас и идет. Ну, все, ребят, доехали. Пошел монтировать. Вам всем хорошее настроение. Вам всем побольше позитива. Вам всем добра, конечно же. И пока. Напишите в комментариях, какой бы вы хотели посмотреть район города. По какому району мне проехаться. Я с большим удовольствием там сделаю наш морошок. Ну, а теперь всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok